Всем привет, Сергей Рогачев. Сегодня я с докладом про Океар Биг Пикче. Это артефакт, который мы создали в сообществе Океар Раша. Я продюсер конференции Океар Раша, одноименной. Соответственно, я сегодня расскажу, что такое сообщество Океар Раша, откуда оно появилось и как оно докатилось до того, чтобы уже заниматься стандартизацией знаний в области Океар на основе опыта российских практиков. Я из компании ScrumTrack. Мы самые большие в России провайдеры в области современных методов менеджмента. Равно поэтому правильно, наверное, что мы несем такое бремя, ношу по тому, чтобы заниматься организацией сообществ в России, посвященных современным методам менеджмента, для того, чтобы как можно быстрее ускорялся обмен опытом между практиками и новичками в этой теме. Ну и в целом, чтобы страна наша быстрее ускорялась, становилась более прогрессивной. Соответственно, как сейчас конкретная история про сообщество Океар Раша? С чего все начинало? Давайте чуть-чуть историю расскажу. Это важно. Все началось в 2019 году. В конце этого года мы с Денисом Дудоровым из компании Avita, одним из заметных экспертов в области Океар в России, съездили в Амстердам на европейскую конференцию Океар Форум. Вот, собственно, мы с двух сторон обняли одного из самых известных и любимых нами экспертов международных. Это Филиппа Кастро. Вот видите, в желтой футболочке я, а с другой стороны Денис Дудоров поджимает Филиппа Кастро. Читайте, кстати, книгу Филиппа Кастро, которую мы на русский язык перевели как раз внутри сообщества. Океар для начинающих. Очень классное руководство для старта. Но, с другой стороны, что мы увидели с Денисом? Мы думали, что практика, экспертность в Европе, ну, мы же всегда верим, что нет, все хорошо, оно где-то там. Оказалось совершенно наоборот. Мы увидели, что экспертиза в России нисколько сильно не отстает от европейской. И это нас подвигло к тому, что пора уже в России тоже делать конференцию, посвященную этой теме, чтобы ускорять, вот закрепить тот опыт, который у нас есть, эту экспертизу в России, ну, и как бы ускорять ее распространение во все уголки нашей страны. Соответственно, мы вернулись, и к марту 2020 года у нас уже была сформирована программа. То есть мы собрали всех известных компаний на тот момент, которые практиковали Objective and Key Results. Но судьба нам пронесла вот это вот изменение окружения. У нас 2020 год прошел как кризисный, да, помните, пандемия COVID-19. Соответственно, к 20 апреля мы планировали провести конференцию. Все было окружение, все обстоятельства были такими, что эта конференция не должна, не смогла бы состояться. Но это очень показательная конференция про метод, который часто используется именно как антикризисный, не может не произойти в момент кризиса. Для нас это было, по сути, дело чести. Доказать, что действительно этот метод позволяет даже в кризисные моменты все-таки достигать цели. Мы достигли. Как это выглядело? Примерно 16 марта был введен запрет на проведение мероприятий больше 50 человек. Соответственно, нам срочно потребовалось перейти в онлайн-формат. И спасибо людям, которые, собственно, участникам этой конференции, они поддержали это наше движение. Практически все участники согласились перейти на онлайн-формат. Это было хорошо. Дальше. 25 марта переносится референдум по изменениям в Конституции РФ. Переносится с 22 апреля. А у нас 20 апреля. Мы понимаем, что что-то наше правительство нам готовит на эти числа, что кажется, даже если они перенесли референдум, то как может состояться наша конференция. И тут уже было просто все. Кризис-менеджмент включился. Мы поняли, поставили себе задачу ни шагу назад. Мы должны... Все равно конференция должна состояться. Был очень-очень тяжелый, переломный момент. Дальше, смотрите, в принципе, появились достаточно опасные для нас моменты. Появилась уголовная ответственность за доказанные факты заражения, в том числе на юридические лица. Поэтому приняли решение и потратили достаточно большую сумму денег для того, чтобы протестировать всех спикеров, которых мы хотели собрать в студии, из которой вести качественную трансляцию на онлайн-участников. Но все-таки мы это сделали. И вот примерно такое отчаяние. Примерно так я выглядел в ночь перед днем конференции. Потому что примерно в 8 часов вечера мы лишились площадки, с которой должны были вести трансляцию. Так получилось, что один из людей, который пришел на эту площадку, все-таки получил положительный тест по ковиду. Соответственно, генеральный директор нашего подрядчика принял решение о закрытии площадки на карантин. Ну, понятно, это все-таки уголовная ответственность. Отчаяние было ужасное, но к утру мы все-таки провели конференцию. Как это? Это просто посидели. Но, тем не менее, конференция состоялась. Это 30 историй, реальных историй компаний российских, которые в 2020 году уже добились каких-то результатов от применения Objective and Key Results. И мы привлекли 140 участников тогда на конференцию. Что было дальше? В следующем году, 2021, мы решили делать конференцию и вообще работать с сообществом по подходу маленькими порциями, частый результат. То есть мы сделали не ежегодную конференцию, а ежемесячную. То есть каждый месяц мы собирали 3-4 доклада, один воркшоп и делали в вечернем формате конференцию. И более того, сделали ее бесплатно, сделали ее онлайн. В этом смысле, смотрите, чего мы добились. Мы при сохранении такого же количества контента, 25 докладов, мы привлекли аж 1600 участников. Кажется, пользы мы стали нести как сообщество больше. Соответственно, в этом году изначально мы планировали продолжать. Ну, то есть каждый месяц бесплатно примерно такое же количество контента. Но, как вы понимаете, этот год снова претендует на то, чтобы стать кризисным годом. С другой стороны, слава богу, сейчас нет ограничений по ковиду. Кажется, мы можем чаще встречаться очно. Но, смотрите, что получилось. Сейчас появилась возможность у нас, так как в предыдущие два года мы, по сути, накапливали, масштабировали количество экспертизы. Мы показывали, что, ну, вот, смотрите, и в такой отрасли применяется АКР, и в такой, и даже в госкомпаниях применяется и так далее. То есть показывали, что, в принципе, это применимо, позволяли новичкам преодолеть вот этот барьер непринятия и попробовать все-таки этот метод в своем контексте. Сейчас, кажется, уже пора переходить на новый уровень, поработать с качеством. Соответственно, что у нас в сообществе уже родилось? Появилась база знаний. Собственно, про нее сегодняшний доклад и будет. Это вот эта картинка о Care Big Picture. А также появилась линейка сертификации, то есть гарантированной проверки наличия компетенции для ребят, которые работают в рамках этого фреймворка на разных ролях. Собственно, про это и будет основной доклад. Ключевой посыл. Ребята, классно, что наше сообщество выросло. Пора уже начинать работу над качеством нашего сообщества. Так, Care Big Picture. Вот, собственно, весь фреймворк на одной ладошке. Я его показываю. Давайте пройдемся по нему так, чтобы вы не сильно на нем запутались. Надеюсь, эта картинка к концу моего деклада станет уже не такой страшной для вас. Что у нас здесь есть? Конечно же, есть роли. То есть, кто в этом процессе работает, какие у него обязанности, какие требования к навыкам этих людей. Дальше. Какие артефакты они создают в рамках работы по этому процессу? Чем руководствуется их деятельность? Как по-новому писать ТЗ? Так, и, собственно, как цикл, временной цикл выглядит. То есть, по временной шкале, какие встречи в каком составе проходят, что является результатом этих встреч или что поступает на вход этих встреч. И также есть базис. То есть, о чем стоит озаботиться на старте внедрения этой штуки в вашей организации. Сейчас детально пройдемся по каждому блоку. Давайте начнем с ролей, с людей. Что у нас здесь есть? Конечно же, есть команда, которая работает над единой целью. Здесь очень важным является свойство кросс-функциональности. То есть, внутри команды должны быть специалисты всех компетенций, необходимых для того, чтобы добиться цели. То есть, надо быть кросс-функциональными относительно цели. Иметь возможность теоретическую добиться все-таки этой цели. Автономная и самоорганизованность команды – это уже целевой уровень. Классно, чтобы команда могла работать без менеджеров. Это целевой уровень. Что им еще нужно? Есть цель, есть ключевые результаты, как метрики проверки, туда мы движемся или нет. Кажется, зачем нужен еще менеджер? Но, тем не менее, на старте, на практике мы видим, в большинстве, да почти во всех компаниях, все равно выделяется роль владельца CR. По идее, это человек рукопожатный с вашими заинтересованными лицами, от бизнеса, от технологий и так далее, и так далее, которые заинтересованы в достижении этой команды и их цели. По факту, владелец продукта, владелец CR – это то, что называют, например, в Agile, это называется владелец продукта, продуктовый. Собственно, он несет конечную ответственность за достижение цели. Заинтересованы лица. В любом случае, есть сотрудники компании, которые сейчас выполняют какую-то операционную деятельность и заинтересованы в улучшении показателей этой деятельности этой команды. Например, есть отдел продаж, и директор по продажам заинтересован в какой-то автоматизации работы, например, с лидами, которую может сделать команда, айтишная команда, допустим, которая эту систему автоматизирует и улучшает, например, в АМСРМ или в другой системе. Соответственно, директор по продажам отвечает, например, за показатели операционной деятельности, количество продаж или процент отвала лидов, количество проведенных сделок и так далее, и так далее, и так далее. Айти-команда может делать автоматизации, которые снижают, например, ошибки человеческого фактора продавцами и так далее. То есть, видите, связка в любом случае у вас будет. Команда добивается какой-то цели, эта цель меняет жизнь каких-то операционных сотрудников в компании. Здесь ключевым является стыковка команды со своими заинтересованными лицами. Опять же, ничего нового. В других подходах, например, в Скрайме все то же самое есть. И АКЕР-мастер – это, по сути, такой внутренний эксперт в компании, который знает, как настраивать АКЕР, зачем это нужно, умеет проводить обучение для сотрудников. И для ключевых ролей, которые сейчас, ну, как минимум, востребованы для того, чтобы это все заработало, это практики непосредственно. То есть, ребята, которые умеют работать внутри процесса АКЕР. И те, кто умеет настраивать АКЕР-мастер, в нашем сообществе уже появились согласованные карты компетенций для них, да еще и описание качественных тренингов, которые могут проводиться для обучения этих ролей. Побежали дальше. Так, что у нас дальше? Какими документами, артефактами руководствуются эти ребята? Давайте опять последовательно пойдем. Во-первых, даже если в вашей компании… Это не… Классно, чтобы в вашей компании видение того, куда компания идет, какой она хочет стать в долгосрок, например, к концу года, а может, на протяжении 3-5 лет было хоть как-то оформлено. Но в любом случае, как минимум, члены правления, генеральный директор должны хотя бы уметь ответить на этот вопрос. Какой наша компания должна стать к концу года, в отличие от того, какими мы сейчас являемся? То есть, это то, что называют бизнес-дифференциатор. Например, сейчас мы банк, а хотели бы к концу года стать, как раньше шутили, IT-компанией с лицензией Центробанка. То есть, компания, которая, по сути, большую часть своих продаж осуществляет через цифровые каналы. Есть ли Вижен, который может сфокусировать всю компанию на движении в крупную клетку в каком-то направлении. Дальше. В любом случае, компания сейчас как-то живет, как-то обслуживает своих потребителей. И, соответственно, у компании всегда есть показатели операционной деятельности. Количество клиентов, количество обслуженных клиентов, количество продаж, скорость обработки запросов техническую поддержку и так далее. Все, что описывает, как сейчас ваша компания улучшает жизнь своих клиентов и какую они отдают обратную связь. Классно, если бы они давали обратную связь с деньгами, потому что им нравится тот сервис, который вы им даете. Соответственно, чаще всего вы называете это киперой или ключевые показатели деятельности. В чем идея? В том, что OCR – это метод улучшения этих показателей. Ровно поэтому, видите, нарисовано, что цели, они стыкуются с текущими показателями операционной деятельности. Мы ставим себе цели выйти по ним на какой-то новый уровень. А давайте увеличим процент продаж, не знаю, ипотеки на до 20% в цифровых каналах, а не в офисах обслуживания, потому что у нас стратегическая цель вообще закрытие офисов, стать безофисным банком. Соответственно, таких целей, видите, подсветили мы, должно быть, не больше трех. Ваше подразделение должно фокусироваться на ключевых целях. И, конечно же, цель нужно снабдить ключевыми результатами, то есть метриками, которые показывают, что мы действительно достигаем этой цели в динамике. Очень часто говорят, что у вас там должны быть показатели опережающие, то есть те, которые могут теоретически измениться от деятельности всего за одну неделю и дать вам обратную связь, вот то, что вы делаете, приближая от вас к конечной цели или нет. Ну и, конечно же, то, что всегда есть. Это наши задачки, проекты, активности и так далее, и так далее. Как бы вы это ни называли. Что конкретно делать, да? Но по факту ОКР что дает? Он надстройку, над задачками вашими сверху дает такую, которая позволяет вам проверять, действительно ли у вас в ваших задачках лежит ровно то, что вас приближает к цели. Соответственно, идея Objective and Key Results какая? Каждую неделю мы пересматриваем состав задачек наших на следующую неделю. Если мы видим, что по ключевым результатам задачки, выполненные на прошлой неделе, никак нас не приблизили к цели. Ровно поэтому это хранилище наших задачек называется Backlog. То есть тот план, который регулярно пересматривается. Мы знаем, что там лежат всего лишь наши влажные галлюцинации о том, как нужно добиться цели. Нам нужно постоянно перепроверять и адаптироваться, то есть менять Backlog наперед, если мы видим, что идем не туда. Погнали дальше. А, стоп. И, конечно же, в нашем сообществе вот эта ключевая тема, она уже детально рассмотрена. То есть как операционный мир или мир, который управляется по KPI, и как мир развития, то есть улучшение сервисов, создание новых продуктов, изменение бизнес-процессов, в чем их различия, как они должны быть все-таки связаны. Это два мира, которые не могут жить без друг друга. Ровно это мы и отобразили на большой картинке океана. Важно, чтобы ребята у вас понимали, что это связанные два мира. А так читайте подробнее в статьях, которые я сейчас показываю. Погнали дальше. Как, собственно, выглядит временной цикл, то, что мы назвали на картинке таймлайн. Давайте опять поподробнее по отдельным элементам посмотрим. Во-первых, от цели, от вижена. Классно, если бы вы делали годовую цель, то есть оформляли в виде OKR цель на год. То есть одна-три цели с ключевыми результатами. У такой большой годовой цели ключевые результаты, скорее всего, будут достаточно запаздывающими. Но раз в квартал у вас должна быть возможность видеть изменения, в том числе и по ним. Видите, мы это отобразили. То есть раз в квартал движение происходит, и видно, специально мы нарисовали, что показатель операционной деятельности может улучшаться. По идее, должен улучшаться. Дальше. От годовой цели. Годовая цель – это все-таки такая стратегическая направленность. Но нам нужна более оперативная, более операционная цель. Они называются квартальные. То есть от годовой цели мы делаем трассировку, откусываем кусочек на один квартал. По итогам квартала мы видим изменения по этой квартальной цели, и у нас впервые появляется обратная связь на годовую цель. Мы видим, насколько она адекватна. Очень часто мы себе годовые цели ставим заниженные. И по итогам, например, первого квартала можем внести изменения в годовую цель. Потому что увидели, что не так страшен черт, как мы его боялись в начале года. Собственно, да, вот здесь мы это отобразили. И, конечно же, квартальными целями мы движемся, по сути, внутри года постоянно-постоянно. Четыре раза. Каждый раз получая обратную связь на годовую цель. Что дальше? Сами цели квартальные появляются на встрече планирования Океара. По сути, это ежеквартальная встреча, где мы должны собрать цель вместе с заинтересованными лицами. Причем на больших компаниях вашими заинтересованными лицами будут в том числе и другие команды, с которыми у вас будут зависимости в рамках достижения целей квартала. Вам нужно с ними договориться, как вы будете друг другу помогать внутри этого квартала. Самая важная встреча в процессе Океар – это еженедельное прогресс-собрание. То есть команда, Океар-команда, собираются на встречу, на которой смотрят на изменения по ключевым результатам цели, изменились они или нет. Дальше. Если они изменились, значит, мы понимаем, что мы идем верным путем и просматриваем поклок работ на следующей неделе, убеждаемся, что это так. Если метрики никак не изменились, в обязательном порядке нужно перетрясти очень сильно задачки на следующую неделю. Ведь вам метрики, обратная связь, вам пишут сами клиенты и говорят, что вы что делаете не то. Зачем вы хотите разрешить себе и дальше на следующей неделе делать что-то не то. В этом самая главная магия Океар. Эта встреча самая важная в этом подходе. Если вы их не проводите, не называйте то, что вы применяете Океар. Так, и, конечно же, конец квартала завершается большим обзором. Так, добились мы большой цели вот этой квартальной или нет? Так, какую обратную связь мы получили к годовой цели? Насколько она завышена, занижена? Нужно ли нам внести изменения даже в годовую цель? И, конечно же, так мы движемся, получаем обратную связь раз в квартал. К концу года мы уже приходим к достижению годовой цели на, я уверен, на значимый процент в вашем случае. Так, вот, это был обзор. Дальше что у нас? Последний блок, foundation мы его назвали, или основа. В чем его идея? Смотрите, там три элемента мы выделили. Первое – дорожная карта. Понимаете ли вы, когда вы встаете на путь Киар, по какому пути вы пойдете? Ну, например, продумали ли вы, что надо вначале, наверное, провести пилотирование на каком-то ограниченном контуре, ну, чтобы хаос не по всей компании сразу стартовал, а хотя бы в каком-то ограниченном закутке, чтобы потом вы могли на основе пилота сделать выводы, как это масштабировать, как к такому же подходу подключить все другие ваши подразделения в компании. Какой-то ответ вам стоит для себя заиметь, но мы, в принципе, вам даем как сообщество уже такую выверенную дорожную карту. Это есть статья, на ней вот есть такая даже визуальная картинка, то есть последовательные этапы. Не все из них вам, скорее всего, нужны будут, но просто посмотрите. Возможно, вы что-то упускаете, какие-то риски, стоит взять за основу такую дорожную карту. Дальше. Второй артефакт. Двигаясь по пути внедрения какого-то подхода, умеете ли вы, есть ли у вас эксперты в компании, которые умеют замерять через равные промежутки времени, ну, например, как раз в квартал, раз такой цикл у нас в Океар ключевой, раз в квартал замерять, насколько повышается польза, выгода от применения вами подхода Океар. Да, ведь работу можно было делать и без этого подхода. Действительно ли этот подход улучшает какие-то показатели важные в вашем бизнесе? Действительно ли Океар работает? Действительно ли вы работаете над тем, чтобы он работал еще лучше? Здесь ключевой инструмент – это инструмент для проведения ретроспективы – радар. Когда у вас по осям находятся различные метрики, важные для оценки пользы, приносимые подходом Океар, и формат проведения такой ретроспективы в вашей команде с заинтересованными лицами. Также в сообществе у нас уже этот артефакт появился. И последнее. Может быть, вам стоит на всем этом пути на старте взять себе опытного проводника. Мы их называем эксперты. То есть это внешний эксперт по отношению к компании. Обычно это консультанты, которые множество раз за ручку уже проводили другие компании в этом пути. Поэтому они могут вам на старте действительно сильно снизить значительные риски. Соответственно, на флажке Foundation мы видим три вещи. Мы видим дорожную карту, умение замерять действительно пользу от внедряемого подхода периодически. Соответственно, дорожную карту уточнее. И Океар-эксперты как проводника вас по этой дорожной карте. Засим. Мой доклад закончен. Смотрите, что, соответственно, мы вам как сообщество отдаем. По середине QR-код ведет вас в глоссарий Океар. Там вы, собственно, найдете в скачиваемом виде картинку Океар Биг Пикчер. Какие сценарии применения? Вы можете ее распечатать на большом плакате на стене. И возле этой стены уметь проводить быстрые 10-15-минутные тренинги по Океар. Примерно так же, как я вам рассказал. Поводите человека-новичка по этой картинке. Объясните, что друг с другом связано в этом подходе. Другой вариант применения – это именно глоссарий. То есть вы найдете по этой ссылке определение терминов. В принципе, я вам показывал их на слайдах. Для того, чтобы вы можете скидывать прямые ссылки на конкретные термины. Если вас заинтересовала проверка себя на действительно наличие компетенций того или иного уровня, приходите к нам в сертификацию. Это вот QR-кодик выше по горе. QR-сертификация. И если вы чувствуете в себе желание и силы подключиться к нашему внутреннему комитету в Океар Раша, который занимается непосредственно работой над базой знаний, над Океар Биг Пикчей и другими артефактами, которые будут появляться вскоре. Или, быть может, вы хотите помогать нам вырабатывать стандарты на навыки и компетенции соответствующих ролей, то есть в сертификации участвовать, пишите мне в личку. Это вот в самом основе горы находится в QR-коде, который приведет вас ко мне в канале Телеграм. За всем прощаю, не прощаюсь с вами, будем встречаться часто в этом году. Приходите, приносите свои истории внедрения Океар, приходите слушать истории ребят из других компаний. Пока-пока, Сергей Рогачев был с вами.